В предыдущей серии мы наконец-то запустили наш М50 Турбо, но в конце столкнулись с нюансом по топливной системе. Сейчас мы будем все это решать и выезжать на нашу первую настройку. А после настройки вылезет еще один нюанс, о котором вы узнаете в конце ролика. Он правильно показывает? Ну я точно не знаю, вроде бы должен правильно. Но это дохера, так не должно быть. А нажми на газ. Машина поработала 10 минут и вылезла пара нюансов. Во-первых, это давление топлива на холостом ходу. Регулятор у нас стоит на 3,5 бара, соответственно, под разряжением на холостом ходу должно быть где-то 2,9 бар. Но манометр нам показывает 4. Скорее всего, где-то затык у нас идет по обратке, то есть топливо не успевает сливаться в обратку и повышает нам давление. И второй момент, Дима забыл поставить два болтика на крепление передней крышки в ванностном моторе. Мы это поняли, потому что с них начал идти картерные газы, пар, такой вот флер. И мы поняли, что их просто нужно закрутить. А так, в принципе, все окей. Сейчас дольем жидкость ГУР, проверим охлаждающую жидкость и будем разбираться с давлением топлива, что не так. А мы там уже заприметили тонкое место на обратке в бак. И, соответственно, я был удивлен, почему машина так сильно дымит при первом выезде. Вы, наверное, видели это все на видео. Прям живым бензином. Удивлен почему? Потому что я залил, в принципе, прошивку, которая уже откатана на нескольких автомобилях. Под эти форсунки, под эту конфигурацию, там все ок. И вот загадка раскрытая, манометром, который Дима хорошо, что установил топливную рампу и не снимал, у нас просто на бар выше давление топлива, и, соответственно, машина переливает. Дима, это у тебя подход, конечно, ты молодец с давлением топлива. Что? Ну? Да? По-взрослому, да? Чувствуется? На опыте. Расскажи, какое ты масло залил туда? Лукойл 1040, турбодизель. Турбодизель. Новая. Самая дешевая. 5 литров, полусинтетика, самая дешевая. 5 литров. А, кстати, да, давай проверим уровень, как 5 литров работает. Потому что Дима залил 5 литров и говорит, что там середина щупа. А я ему говорю, что ты сейчас заведешь, и мотор же полностью сухой, и там будет сильно ниже минимума. Сейчас посмотрим. И, кстати, проверили зарядку, зарядка есть, гур работает. Не, гур не работает. Не работает. Гур не работает, потому что ты забыл залить масло? Я заливал полный бачок, но он весь ушел. Ага. Ну, пустое что было. Ага. Насос был пустой. Но она стоит сейчас под наклоном еще. Это ерунда, это что? Да? Конечно. Что говорят? Выше уровня. Кстати, заводского не было у нас обратного клапана. Дима заехал в Жига Магас и купил за 70 центов клапан от Жиги. Но сильно ниже минимума. Получается, еще литра полтора надо туда засадить. Да, надо купить, долить. Отработку заливать не будем? У нас нет хорошей отработки, как в прошлый раз. Визуально смотрится получше, чем предыдущие. Ну да. Там это все еще хуйку прибрать и будет вообще классно. О, у меня аж стиль есть, еб***. То есть? Стиль. Стиль утиль? Это еще с красной. Ё-мо-ё. Он не станет, наверное, в компакт. Не станет, наверное. Ну ставят вообще на компакт. Он там как-то... Ну? Ну просто его как-то ставят вот типа такого что-то. Слушай, с такой трубой вообще прям бомбезно. А, вот так вот можно, наверное, его поставить. Пойдет. Пушка. 66-й стиль. Это что такое 66-й стиль? Ну колеса. А у тебя же есть уже, да? Ну. Ну все, видишь, уже можно выкладывать. Выезд был. Первые шаги. Мы сняли с рейки шланг, окунули его в канистру, завели. И все равно у нас на холостом было 4 бара. Можно сделать вывод, что никакого затыка до бака нету. Затык у нас либо в рампе, либо в регуляторе на рампе. Дима где-то в интернете видел, что рассверливают отверстия на регуляторе. Сейчас мы снимаем рампу, достаем регулятор и посмотрим, что с этим можно сделать. Можно было так настроиться, но это неправильный подход. Нужно, чтобы было все четко изначально. То есть у нас на холостом изначально плюс 1 бар от того, что должно быть в рейке. Это наш регулятор. А это регулятор с рейки от Fiat. Первое, на что можно обратить внимание, то, что они одинаковые. Взяли еще третий регулятор, сняли с третьего мотора. Регулятор тоже такой. Вот отверстие на нашем регуляторе. Смотрите, это, которое на обратку идет. Оно очень маленькое. А это отверстие на регуляторе с Fiat. Мы сейчас рассверлим до такого же диаметра наш регулятор. Почему мы не поставим этот? Потому что на камеру мы не увидим, но в конце здесь отверстие такое же по диаметру, как и в нашем регуляторе. Поэтому сейчас пойдем рассверлим вот под такой диаметр наш регулятор и попробуем поставим. Надеюсь, что нам это поможет. Здорово. Автоспорт в опасности. Автоспорт в опасности. Я думаю, что все будет работать. Смотрите, отверстие распилили. Стало примерно как это по диаметру. Ну, это все, думаю, продуется. Короче, будем сейчас тестить. А ты пока развальцовываешь регулятор. Сейчас посмотрим устройство, как встроен бензиновый регулятор. В теории все понятно, а вот как там эти механизмы все друг с другом соприкасаются? Не хочет уходить? А ну давай. Вот, да, вот это отверстие, это в поршне, значит, было. И вот напрямую вот этот клапан. И он, получается, с вот этих отверстий стравливает сюда. Все правильно мы сделали, Дима, что его распилили? А там в глубине не просверлили лишнее? Мы же померили все. В глубине ты уперся в этот поршенек и просто задел его, да и все. Посмотрим. Ну, починили, я думаю. Ну, в теории, да. Это специалисты, да? Я же, ты говорю, я в интернете видел. В интернете мне советовать не будут. Да все, Дима, давай, сувай. Пушка. Я уверен на 85% что это нам поможет. Да? Да. Вот так. Что, ты что, так зажимаешь? Просто ты не разошел? Не, без нее. Ладно, Гена, поедешь 5,5 секунд 100-200, дай, где ему пару советов. Побазарим, да. Не держит. Ну, как это не держит? Да заклевал. Дай. Все, коллектор подключай. Так, момент истинный. Пушка. Сколько? 3,5. Да? Давай я заведу. Вопросики еще по заводочке. Починили? Любой вопрос не вопрос получается. А кто подсказал? Интернет. Вот это мы специалисты, да? Ну, смесь должна быть хорошая, значит, что значит? Все, ну меняй редуктор. Прошивку мне какую-то залей. Поставить редуктор хорошо завтра, покататься пару дней на нем. И можно ехать что-то дуть. Все, что тебя устраивает? Ну, некрасиво. Тут сопли еще очень много, понимаешь, что это дело? Закрути ее в искомухту может. Потому что потом, может, потеряешь. А я не знаю, что это. С мусора достал куда-то. Она подошла на 32. Я хотел металл сдать. Ну, он работает, видишь? Маркер может сдать. ВМВ, мотоспорт. Слушай, ну труба нормальная, кстати, получилась, да? Она и смотрится неплохо. В 36-й, в той, в купе, она как-то больше дырка, да? И она была видна, что там труба такая, кусок идет здесь, смотрится довольно неплохо. 76-я, да? Да. Симпатично. А тебе аж без банок там выхлоп, без ничего? Да, просто. М2 сколько стоит? Я думаю, 1300 она в Европе стоит, да? То есть у нас она 1050 стоит. Нет, наверное, не будет. Турбодизель? Да. А, потому что дешевая. Может, для дизеля она, кстати, более, знаешь, такое, да? Типа надо более масло хорошее. Можно. Ну, фигу, знаешь. Литр, полтора. Давай полтора. Тестим. Так, контрольная проверка. Ну, вот максимум. Отлично. То, что надо. 6,5 литров залили фирменного масла. Подогонки, знаешь, там, это, там, выступление, там, эти люди, спонсоры, у них там, чемпион, мотюль, лукойл, патрон. Ну, да. Я уже придумал. Если дунит прокладку, 54-ю поставить. У меня одна есть, еще одна купить, две их туда. Ага. Надо было, может, сразу ставить 54-ю, да и все. Но мы же хотели потестить. Ну, в принципе, да. Если что-то безопасность какая-то, выдают ее. Опять же, как все ездят, там, полтора бара дают, все отлично. Вы все видели, какой трудный был запуск. Обычно так это не происходит. Машина запускается буквально с первого, со второго раза. Устраняя, там, косяки, там, например, перепиновка, датчика коленвала. Сейчас проблема у нас была сначала в отсутствии давления топлива. В связи с тем, что здесь был дизельный автомобиль и специфически устроено топливоподача. Потом она дымила черным и была богатая смесь. Я там начал, что, динамическую коррекцию понижать. Зря я это делал, потому что у нас было высокое давление топлива на холостых 4 бара. Мы потом рассверлили регулятор давления топлива, чтобы не было подпора. И давление нормализировалось, на холостых было 3 бара. Мы перегрелись. Я не уследил за температурой, Дима. А патруль такие холодные. Не открылся термостат. Надо развоздушить. Может, мотор заклинил? На мотору, походу. Так, у нас какая-то проблема. По-моему, не открылся термостат. Уровень охлаждайки остался такой же, как и был. Пока я тут сидел на холостом ходу настраивал. Не обратил внимания на температуру. Она до 115 градусов дошла, и потом машина заглохла. У нас на стенде было 120. Ну да, и ничего. Давай-давай, смелее. Оно же видно, что там ничего нет. Входит воздух, да? О, слышишь, как вода булькает? Как сушняка какого-то с утра. А помнишь, в поле тогда... Блядь, а где крышка? Слушай, ну как будто бы запускали, вроде развоздушили. Нужно, наверное, было догреть. Говорил. Не надо ничего, она сама развоздушивается. Конечно, сама. Ну, нормально, в принципе, да? Еще жить можно. Ну вот это достаточно, да? Ну вот это да. Давай заведем, посмотрим. Это стартер. Так, у нас была проблема с охлаждением. Была завоздушенная система. Не знаю, почему машина заглохла. Может, что-то она там забеднила, либо что-то еще произошло. В общем, ответа дать на этот вопрос я не могу. Вопрос с охлаждением мы решили и продолжаем. Ну вот, в принципе, наш старт на дросселе. 14.3, 14.5. У нас маленький носик с вентиляцией написал здесь, как будто бы какой-то воды. Открываем клапанную крышку и видим здесь вот такую картину. Слабые люди волей своей сказали бы, что пиздно мотору получается. Мы такой брать не будем. Но я думаю, что это естественно для только свежесобранного мотора. Потому что конденсат там туда-сюда. Блок, он холодный, горячий. Холодный, горячий. Все, мотор обкатается, с масла выгоняет лишнюю жидкость, бензин и все дела. Но все поисперяется и будет все четко. Поэтому, если... Да, скорее всего. Если вы видите эмульсию под крышкой, то, наверное, не стоит опасаться этого. Короче, мы будем следить и держать вас в курсе событий, что потом с этим станет. Там, кстати, на крышке тоже эмульсии много. Но это ерунда. Проедем, посмотрим. Прямая труба на компакте позволяет нам намутить, короче, Mercedes AMG Style под сброс газа. Смотрите. Не нравится? Продолжаем наше включение. Прошла неделя с того момента, как машина выехала из гаража. Мы выбрали просто изумительную погоду для настройки. На улице ху**ет дождь, но ничего с этим не поделаешь. Нам сейчас нужно отстроить хотя бы небольшой наддук. Надеюсь, нам хватит зацепа где-нибудь на бетонной трассе. Нескользко. И сейчас просим у Димы, с какими сложностями и нюансами он столкнулся за эту неделю и сколько он километров наездил. Так, сколько ты проехал? Километров 200, наверное. Нюансы? Да пока никаких. Пока никаких. Дима откручивает вискомуфту, говорит, что у него какой-то стал повышенный холостой ход. Я подключаюсь к компому. Датчик температуры пишет 110 градусов. Стой, подожди, не откручивай. Машина у нас нагрета. И вот такой вот момент, то что вискомуфта не блокируется. То есть машина показывает... Ну, сейчас не смотрели, мы немножко проехали. Ну, допустим, 100 градусов. И вискомуфта не должна вот так вот свободно болтаться. То есть когда двигатель работает, она не создает нужного усилия, нужной тяги, чтобы продуть радиатор. И поэтому машина перегревает. Сейчас Дима будет менять вискомуфту, но должна у нас упасть температура, судя по всему. Опять фирменный ключ. Мы до этого показывали, как она закручивается. Сейчас показываем, как она откручивается. Это как, знаешь, задонатил кто-нибудь ключ на 32. Надо бить молотком. Ключ с 32 превратился в ключ на 34. После пары ударов молотком он стал ключом на 30. Дима в городе узнавал уже кто-нибудь? Не подходили люди? Типа, привет, я тебя знаю. Не-а. Так, из нововведений еще. Два момента. Шайбы под капот и нулевик. Рассказываю. Шайбы под капот поставили, чтобы у нас продувалось тут получше. Катушкам будет полегче. Как в цивиках, да? Вот этих. Ну, может, это не нужно, но... Видели цивики, у которых капот вот так вот? Ну, я немножко приподнял, там буквально пальцы проглазят. Ну, в целом, я думаю, продувка... Ну, будет лучше, наверное. Для катушек, для всего этого. Да, и фильтр нулевого сопротивления у нас. Апекси, всему доставил. Как снимается вискомужда? Ключик подставили и хорошим ударом... Готово. Соперники как-то всегда устроили. Закрутил, но вроде бы зажал. Более-менее нормально. Приезжаю домой. Где-то слетело под машиной. Вместе совсем. Вискомужда вместе с ключаткой. Так, ну, турбина посмотрим, что она накочегарит у нас. Ну, я думаю, дуть она будет, блин, в тысяч пять. Да? Какая большая? Газпол три-четыре тысячи, только вот начинает это, 0,3. Что за вибрации, ты говорил? А вот фиг-то вот, на, сейчас посмотрим. Как это описывается? Ну, просто, на холостых. Очень жесткие подушки, коробка, это все. Твои ожидания от предстоящей настройки? А сколько мы там, 0,4 покатаемся, что-то такое? Ну, 0,4 нам не даст гейт, наверное, надо дуть. Ну, очко, может, маленькое у него. Да, ну, мне кажется, ну, посмотрим. Мне кажется, будет 0,4-0,4, а потом кверху он там до бара додует. Нет. Ну, посмотрим. Еще я думаю, что будет клинить гейт и мы вернемся к этому вопросу еще в третий раз. А мне кажется, нет. Я смотрел, там зазорчики, все нормально, люфтец есть. Мне кажется, не будет проблем. Че еще может быть? Да ничего, что ли. Ставим инженерный блок, записываем прошивку в блок и едем устраиваться. Фирменная заводка. Стоп. Вы лучше обороты колена не виды. Что значит надежный ваг? Я, конечно, говорю, что тут надежные датчики все, но датчик температуры охлаждающей жидкости подкидывает какую-то херню. 99, 105, 115, 120, 110. Диме лень поменять стартер, и мы уже минут 30 пытаемся завести машину. Усадили два аккумулятора. Залило свечи, потому что полного пуска нет. Она... Все, и стартер проскальпится. Есть че. Мы еще даже никуда не выехали. Уже прошло полдня. все его поехали оттуда я спереди а Витя за мной ехали через Гатово говорю Витя будешь ехать фарами смотри не говорит дыма не было короче фиксируем до того как мы не начали дуть дыма не было пока не начали дуть дыма нет все потом расскажем будет дым или нет конечно будет куда без него как у дизелистов но смог на павер дорога вызову да мы наконец-то разобрались с запуском мотора теперь выдвигаемся на настройку а более подробно о том как мы настраивали Димин автомобиль в пяти частях я рассказываю в своем обучающем видеокурсе по настройке блока управления январь 5.1 приобрести подписку на него вы сможете по ссылке в закрепленном комментарии либо описании по подписке вы получаете доступ ко всем обучающим материалам плюс закрытый чат в телеграм-канале в курсе я рассказываю абсолютно все про блок управления январь 5.1 где и как купить программное обеспечение и оборудование до этого момента как настроить оптимальный угол опережения зажигания на стенде без стенда показываю примеры настройки различных автомобилей атма turbo а также есть еще два обучающих видеокурса по тому как в двигатель m50 установить физически блок управления январь 5.1 там прикладываются электросхемы показываю какое оборудование использовать где какие пины покупать и есть курс как собрать m50 turbo своими руками мы с димой там показываем во всех подробностях где какие запчасти брать каким моментом затягивать на что стоит обратить внимание а на что можно закрыть глаза при постройке успешного двигателя m50 turbo в общем подписывайтесь и будем обучаться вместе с вами так друзья первые шаги на настройки вы выехали на пустую трассу будем сейчас на минимальном пусть и отстраиваться смотреть что получится и по возможности если все будет хорошо будем поднимать пуст до бара покатаемся на паре и потом уже будем быть дальше это ты подключил датчик температуры фишку не отдел но но а то на аварии пишите на 5 градусов и все дима забыл подключить разъем фух ну шо поехали вот сейчас типа 0 4 было есть держим договор короче на сегодня настройка закончили это дальше надо было не наверно тут едем домой тяжеление погода нам не позволило везде не но то шел дочь что не шел выехали в сухо было сейчас все сворачиваем будущем капотом что там происходит ну на 04 приятнее настраивать вроде не так же не так все стремно короче мы остановились тут покесить и посмотри заодно что под капотом а у нас в колодце какая-то кипит вода и мы сейчас дрожащими руками не понимаем это то ли натекло где-то с лужи то ли там что-то случилось в цилиндре па 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 может быть она смотри вот идет допустим сюда попадает стекает например вот ну да но она здесь видишь все в воде было вот это вот все в воде слушай но она выкипела и больше как будто бы нету ее да не ну туда даже дуть бы не могло а может куда стремная херня с этими корчами ужас можно выкрутить свечу она туда уйдет стартера попробовать покрутить спускаем остатки воды в цилиндр свечу удобно доставать смотрим на смесь наличие этанола метанола этилена в бензине масло с датчика капает вот отсюда наверно с крышки мы обнаружили пятно просто на асфальте и она все будет больше и больше становится смотрите рассекается от бмв прокладку сюда нужно поставить резиновую нету вот здесь вот видишь по моему тоже наверно так слушай я бы не сказал но это пару капель они так далее да она да он весь блок массы она туда его растекает ну да у нас нету резиночки на датчики вас датчики распредвала поехали дальше а наш может не заведется сейчас сразу толкать или попробовать завести а ты подсоединен катушку да но разъем ну конечно же вот 043 максимум вот это ты попал пружинкой конечно и вот это ты разбираешься но надул 3 по спидометру 180 было длинная передача так значит половину карты мы откатали до 4500 мы откатали на четвертой передаче то есть чтобы была нагрузка что прижимная . как можно дольше держалась все окей мы это откатали но и я считаю что это самая сложная задача потому что вот момент когда только раздувать стопы на все эти переходные режимы там очень сложно уловить дальше мы катаем третью передачу там газ пол и каждый процент мы будем заполнять таблицу топлива мы откатали с большего на 0 4 пара сейчас попробуем найти оптимальный угол зажигания для 0 4 пара для этого мы запишем чистый прогон на минимальных углах шум двигателя и потом будем добавлять нажимать нормально в отсечку погасили пока ничего не развалило вступит хорошо но это еще мощность маленькая сколько процентов от 100 30 может быть 30 так она неплохо валит ну тогда это вообще очень мало не половина даже нету того что будет так нас преследует проблемы с охлаждением что мы погасили погасили греется мотор типа до 100 градусов и не хочет спускаться прям шланги не надуты нигде воды нет ничего машина не дымит где-то какая-то проблема у нас наверно с охлаждением вы смотрите термостат у нас получается работает исправно горячий горячий радиатор горячий может быть что он соты загнуты у него хуже вода кипит в разе посмотри может то что 100 он плохо продувается пару сот загнут а они с другой стороны так не сказал что но она везде одинаково вот здесь вот смотри вот здесь и рукой держу одинаковая везде у нас температура получается никто улет радика и радиатор тоже горячим мы едем обдувается точно обдувается мы съедем без нагрузки может термостат открывается может не полностью знаешь немножечко приоткрылся и сейчас посмотрим водичку что у нас так там же уровень виден она вот уходит я был открутил ну да нет воды а вон она на минимум ну там снизу где шланги не надуло все окей воды нету дело не она хотя не она поднялась ну мне кажется наверное радиатор все-таки говно на черном меня стоял такой же маленький радиатор но оригинально у него соты хорошие материал изготовления ну да и сами по себе это маленький и плюс китайский вот у него кругленькие соты плюс здесь замята много возможно может быть радиатор наверно ну как будто бы все в одном температурном режиме по трассе едешь она не остывает она знаешь поначалу было норм а потом мы прогреве масло очень хорошо вот это все и нужно просто температуру девать но все очень нагрелась и поначалу он еще тащил так мы закончили отстройку прокатились еще на третьей передачи обороты которые были после 5000 до течки и подкрутили угол но опять же угол здесь весьма условно там у нас получилось там 19 17 градусов но можно дальше подкинуть его на смысла не не вижу я смысла его дальше искать то что машина на этом надуве ездить не будет то есть можно еще там пару градусов но основной угол мы будем искать на боевом надуве поэтому пока что остановимся на 04 решаем проблему с охлаждением у нас наверное радик дурит голову либо термостат решаем проблему со стартером то что он прокручивается и следующий раз мы едем дуть дальше давайте посчитаем загрузка форсона 287 слушай но это нормально я на 0 5 барах снимал короче дима не хочется 150 мере сниму проеду но у нас вот по крайней мере будет записано что так ну в общем и целом прошло все я считаю что успешно предварительно 0 4 пара но это сделал большой объем работы потому что таблица топливная то что мы будем использовать на 1 и 5 она будет примерно такая же как и на 0 4 пара именно и топливная в общем поправка какие выводы нам нужно поменять радиатор желательно посмотреть что с этого будет и 100 процентов фотостартер радиатор я не знаю на этом поездить посмотреть что как ну да там они опять же продаж это куда подать девается из потом масло лилась на этом уж 3 литра там по сажрали 3 литра это я не знаю если бы мотор налилась этого все это было бы просто там но машина не дамит все четко непонятно что за дела я думаю вы просто по дороге когда едем она ее выкидывает да не барба какой-то куда бы ну да тоже на дом вайпу попала бы туда 0100 должна поехать резина у меня говно но я думаю 5 и 5 5 5 5 ты ставишь 5 5 5 3 хорошо это закуситься с кем можно с теслой модель 3 правильно 280 сил любой пацан хочет кто смотрит канал как минимум ну вот ему сказали у тебя поймена 280 но м3 280 сил например то же самое 36 да да это которая дорез на месте 321 но типа компакт легкий очень еще тоже я посмотрим что у нас получится интерес поясню по сегодняшней настройке сегодня мы надули минимум то что нам позволяет реализовать наш гейт это 0 4 бара последствия мы будем додувать еще больше наша нижняя планка по надуву это полтора бара эквивалент 500 лошадиным силам и в последующих сериях мы будем к этому стремиться мы сейчас настроили 0 4 бара по топливу по зажиганию все отлично будем пробовать ехать 0100 посмотрим сколько едет машина на 0 4 парах допустим это проект какого-нибудь такого 40 50-летнего мужичка который всю жизнь хотел себе turbo бмв вот он купил большую турбину все собрал туда-сюда но дуть и много не хочет потому что дети внуки страшно хочет просто чтобы она пшикала и ехала на минимальном надуме ему больше не надо вот это наша конфигурация сейчас мы будем тестить мощности у нас примерно сил 280 280 расчетом пологом примерно на и принципе в эти моторы 0 5 задуваешь она где-то 280 300 сил получается она на 4 где-то до 2 280 ставки на 0 100 я думаю 5 и 5 и но у меня не очень хорошая но я думаю 5 и 5 на самом деле тема узкая 205 так у нас почему сюда приехали потому что если на поломается мою ставим возле этого и едем домой правильно моя ставка это выезд из 6 секунд это сто процентов будет пусть это будет 5 и 7 и там зацепа нету передатками то лось поломается или нет ставим на паузу пишем комментарии сломается полосили нет конфиг мы поняли и сейчас покажем резину на которой она это будет делать спускать мы не будем никаких чистерских действий применять нет становимся замеряемся раз туда поеду ряд назад машину мы заглушить не можем потому что у нас нет стартера мы сегодня уже четыре раза толкали когда я нужно было заглушить и больше не хотим так так вот долгать что погнали так пробуем значит 0 100 до коп первое эффектно красиво пошел на бачков пацаны дым она кидает конечно капец сколько же мы проехали буксовали две передачи 6161 рано включили разворачиваемся еще раз пробуем очень много у нас букса было слабовато 5 и 5 хочу ладно сейчас попробуем буксовали 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 вторую буксовали 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 меньше газу попробуем сейчас еще разок пропустим машины и будем газ дозированного жать готовы первое 5 93 ну сейчас еще разок старт принципе был неплохой пробуем так первая передача и что мы проехали кирилл где фейс айди ну и 6 выехали наверное на этой резине ну один раз сейчас попробуем еще так пробуем последний раз не воткнули передачу ладно шо там ну давай смотреть заблокировался но первый раз 661 2 5 и 9 ну не резина очень много букса что-то горит давай посмотрим похоже на масло трансмиссионную короче 5 93 лучший результат на этой резине быстрее не получится масло с коробки решить а типа такого это немного картерный газа там знаешь что наверное щуп куда вставляется колечко да вон возле него возле щупа все ну короче 5 93 мы проехали лучше быстрее на этой резине не получится я вот тронулся прям идеально вот букс вторую хорошо но все быстрее на этой резине поезд когда сбрас видишь украшает а в чем дело а в чем дело но это у тебя на всех машинах было она да может там давление большое нет она может респекта ну можно попробовать ну посмотрим на первых лет и посмотрим так она нормально и когда ездишь нормально ну не дымит ничего а вот именно на спросе даже когда разгоняешься нормально а почему именно спрос а в турбине давление нету но есть высокие обороты все правильно в турбине нету давления на высокие обороты и насос так много качает насос много качает и масло продавливаются уже в горячку результат таков можно становиться со всякими тесла модуль 3 собрать и выехать это еще не все это 50 процентов ну да а сейчас повылазило косяком всякого всегда так что нам нужно посмотреть вибрация вибрация это down pipe об выхлоп и в коробке скорее всего но мы еще посмотрим коробку я сделаю дырку в коробке она не на что не влияет чтобы убедиться что у нас махами корзина все хорошо там и масло брызгает и масло да на сбросе очень сильно масло здесь у нас масло на щупе машу да и на сбросе кидает масло просто да и мы сейчас посмотрим что у нас по люфтам турбины с нее наш фильтр модный по фильтру что у нас давай посмотрим не забит не вроде не забит но она и на горячую было на холодную когда вот мотом масло холодно слушай может быть масло на холодную на вообще лифтонер а тогда мы на 90 каталась она дымила 1060 или 550 было продольного нету так ну здесь вот не видно чтобы она высасывала масло крючатка у нас когда масло подкидывает бывает через вот крючатку сам масло дима доставал щуп и с него прям вот так вот капает как будто ты палец в воду окунул и достаешь мне только что позвонил зима и сказал что у нас плохие новости масле вода и масло в воде в общем то что у нас куда-то убегала охлаждающая жидкость и машина грелась это была не какая-то случайность а закономерность и то когда мы завели сразу двигатели там под пробкой была какая-то чача это тоже что-то дозначило поэтому я сейчас еду к нему и буду выяснять в чем там дело ну что Продолжение следует...